Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Новый год, все та же я, не хочется говорить старая я, и немного новой косметики. Сегодня я хотела бы рассказать и показать вам те новинки из категории бьюти, которые я выбрала для себя на начало этого года и на предстоящий сезон. Это видео мы снимаем совместно с Эйхёрб, но несмотря на то, что периодически я делаю какие-то обзоры в коллаборациях с ними, 95% всего, что вы видите в моих роликах, это то, что я приобретаю как клиент, как верный покупатель, который постоянно и регулярно возвращается на Эйхёрб за бытовой химией, за косметикой, за бадами, за какими-то вкусняшками, много всего для кухни, для готовки, орешки, и можно перечислять бесконечно, потому что у них супер обширный ассортимент. Но сегодня мы с вами поговорим о косметике. Поехали! В одном из последних видео о корейской косметике я говорила, что мне интересно было бы попробовать эссенцию с полынью от бренда I'm From. Это та корейская марка, которая очень здорово себя зарекомендовала, и всё то, что я приобретала, мне хотелось повторить, потому что я была довольна результатом, я видела, чувствовала, ощущала на себе, на своей коже, как это работает. И после того, как некоторые написали, что эссенция очень классная, её стоит приобрести, я, конечно же, это сделала. Сейчас у меня очень чувствительная и сухая кожа, потому что я перенесла болезнь, и последний месяц сдался мне, ой, как непросто, я до сих пор ощущаю на себе последствия, я ещё не выбралась из того состояния. И помимо того, как я себя чувствую, это всё ещё отражается на моей коже, на моём внешнем виде, на моих волосах, и, собственно говоря, на всём, в том числе и на образе жизни. И я занялась поиском какого-то средства, которое будет и хорошо увлажнять, и также будет предотвращать появление каких-то воспалений. Эта эссенция как раз предназначена и для проблемной кожи в том числе. У меня есть маска с полынью, и это та маска, которая очень здорово успокаивает кожу, которая убирает покраснения, которая помогает поскорее подлечить какие-то несовершенства. Поэтому я вот сразу забросила эту эссенцию в корзину, и сейчас я поняла, что я не промахнулась, потому что она выполняет все свои задачи. Здесь много натуральных экстрактов, и вот её наносишь, и сразу чувствуешь это глубокое увлажнение. Если вам нужно исключительно увлажнение, то есть эссенция с инжиром от того же бренда, она вот такая, я всегда советовала, и продолжаю рекомендовать её на холодное время года или на тёплое время, даже если у вас комбинированная или жирная кожа, её можно использовать в качестве единственного самостоятельного средства. Это эссенция такая и для проблемной кожи, и для увлажнения. И сейчас, когда у нас минус 10, а это редкость на самом деле, эта вещь даёт мне отменное увлажнение, предотвращает появление сухих участков и также каких-то несовершенств. По консистенции она чуть гуще, чем обычная водичка, и она не впитывается под ноль, но не оставляет никакого липкого слоя, то есть это как увлажнение после крем-геля. Хотя это совершенно разное средство, но я хочу, чтобы вы хотя бы приблизительно понимали, что это такое и как это будет чувствоваться на лице. Я очень-очень рада, что я решилась её приобрести, и это та эссенция, которой я продолжу пользоваться не только до конца зимы, но и весной. Совсем недавно в своём уходе я показывала вот такой мист от бренда Misha, это линейка Time Revolution, и я видела, что некоторые из вас интересовались, это та же эссенция, которую я нахваливала на протяжении многих лет, или это нечто другое. Та эссенция до сих пор в топе всех-всех уходовых штучек, которые бывали в моей косметичке, но эта вещь продавалась в наборе с той эссенцией, я тоже приобретала его на iHerb, и я могу сказать, что это что-то совершенно другое, то есть это просто средство, которое наносится сразу после умывания, чтобы убрать ощущение стянутости, сухости, но я всегда выбираю что-то такое очень лёгкое, не пересушивающее, не убивающее мой защитный барьер, поэтому для меня это просто чисто увлажнением. То есть есть эссенции, которые дают нам гораздо больше, а есть вот такие мисты. Говоря конкретно об этом, это исключительно увлажнение, хотя стоит отметить, что способ нанесения это бомба для чувствительной кожи, это очень гигиенично, это очень удобно и щадяще для нашего лица, для шеи, для области декольте, потому что ты не прикасаешься лишний раз к лицу, а если кожа чувствительная, то она моментально краснеет от каждого прикосновения, а здесь всё очень удобно, быстро и деликатно. Если вы хотите выбрать что-то именно увлажняющее на предстоящий сезон весна-лето, то очень рекомендую вам линейку Super Aqua от бренда Misha. На iHerb представлен и лосьон, и эссенция. У меня был такой классный наборчик, очень выгодный, и не только я отметила, насколько это такое качественное, глубокое увлажнение, при этом лёгкие текстуры. Я давала также попробовать своей подруге, она говорит, нужно тоже приобрести, потому что и надолго хватает, и при этом всё медленно расходуется. Ещё в конце прошлого года я начала подыскивать себе какие-то новинки для ухода за волосами. Если помните, то в прошлом году я приобретала вот такой шампунь для объёма от бренда Nexus. Это американская марка, насколько я помню. И мне вот нравится на iHerb то, что у них не только корейская косметика, или не только американская, а вообще очень большой выбор разнообразных брендов и из Японии, и из Кореи, и из Канады, и из Австралии, из Америки, со всего мира, и причём абсолютно разные цены, доступные, то есть не нужно потратить миллион для того, чтобы выглядеть на миллион. Как-то так. И я была очень довольна этим шампунем, но душа требовала каких-то экспериментов, только в моём случае не все эксперименты позволительны. И я снова обратилась к бренду Sukin. Это австралийская марка, и мне очень приятно, что вы тоже попробовали по моей наводке, только немножко другую линейку, и очень многие остались довольны. В этот раз я взяла себе шампунь и кондиционер для объёма. Ну, как сказать, у меня совершенно необъёмные волосы, но мне кажется, что они менее вот такие прилизанные, чем обычно. При этом нет эффекта утяжеления, они также хорошо расчесываются, и я сегодня не пользовалась утюжком. То есть вот так выглядят волосы просто после сушки феном. Мне нравится этот бренд тем, что у них очень такие нежные средства не только для волос, но и для кожи головы. Для меня это всегда вот такой пунктик. Я не могу использовать шампуни из масс-маркета или что-то такое агрессивное, а здесь нет и минеральных масел, и синтетических отдушек искусственных, и много-много всего здесь вот прям отмечено. Если для вас это имеет значение, то присмотритесь к этому бренду. Нет силиконов, там парабенов и так далее. Бессульфатные шампуни. И я мою волосы через день, если моё здоровье мне позволяет, но максимум через два дня. И я не замечаю, что у меня быстро жирнились волосы и корни волос, что самое, да, такое критичное, то, что сразу бросается в глаза. Помимо этого, шампуня хватает надолго, а кондиционера на вечность. Вот мне можно приобрести три вот таких больших бутылки шампуня и одну бутылку кондиционера, потому что нужно буквально немножко. Этот шампунь абсолютно прозрачный. Если шампунь вот такой, знаете, какой-то густой, если он цветной, перламутровый, я практически уверена в том, что после него у меня уже к вечеру будут жирными волосы. И вот если он прозрачный, то лично мои волосы дольше остаются чистыми. Этот именно такой. Он, кстати, идёт с протеинами риса, с экстрактом ананаса, манго и папайи. И ещё меня очень радует то, что эти средства не вызывают у меня дискомфорта на коже головы, перхоти и зуда. Прошлый год меня ни разу не пощадил, скорее наоборот. И я как-то вскользь упоминала о том, что меня укусила собака, укусила за лицо. Это не просто какие-то лёгкие следы. Было несколько швов и также просто раны от зубов, которые гораздо дольше заживали, чем те места, где были швы. Что было, то было. Но я понимала, что нужно быстродействовать для того, чтобы не образовались рубцы. Особенно меня беспокоило вот это место, где она прям вот так вцепилась в меня. Кстати, не наша собака. Но тем не менее, я обратилась к знакомому дерматологу и спросила, чем это всё дело мазать, чтобы не было рубцово, чтобы поскорее прошла краснота. И мне посоветовали гель от шрамов от бренда Derma E. Я тут же бросилась на iHerb его заказывать, но каково же было моё удивление, что он супер популярен, на него очень классные отзывы. И, конечно же, его быстро раскупают. Поэтому я буквально выжидала его в наличии. И когда увидела, когда мне пришло оповещение о том, что он вновь есть, его можно заказать, я тут же это сделала. И этот гель можно использовать как на новые свежие рубцы, так и на старые. Здесь на упаковке прямо отмечено, как часто нужно мазать и как долго. Я использую этот гель меньше месяца, наверное, недели три. И действительно, мои шрамы становятся гораздо светлее, они менее заметны. А вот здесь над глазом сначала был такой валик неприятный, некрасивый, я не могла наносить нормальной тени. То есть, без теней меня особо ничего не смущало, просто красная полоска, красно-синяя. Но сейчас всё гораздо светлее. И, в принципе, если я крашусь тенями или не крашусь, это даже не особо бросается в глаза. Значит так, на свежие новые шрамы мы наносим 2-3 раза в день на протяжении 8 недель. На старые шрамы 2 раза в день 3-6 месяцев. То есть, это не такая история, которая сработает буквально с дня на день. Это нужно прям вот каждый день так очень ответственно это всё мазать для того, чтобы, ну, как можно скорее привести нашу кожу в порядок. Я знаю, что некоторые используют этот гель и на растяжке. Я попробую это сделать после второй беременности. У меня осталось несколько, поэтому есть поверхность, где это можно протестировать. Я как-то забыла о них. Но я не сильно их люблю, поэтому буду рада избавиться и от них. Гель имеет прям вот консистенцию геля. По-другому и не назовёшь. Он абсолютно прозрачный. У него такой натуральный аромат. Довольно ощутимый. Но вот даже в области глаза, когда я наносила его, ничего не раздражало. Скорее наоборот. Он убирал красноту. И так как я сказала, сейчас, ну, практически ничего не осталось на лице. Но я продолжу использовать. Потому что всё-таки в области губ и носа есть ещё какие-то следы. Но уже небольшие, к счастью. В каждом моём заказе, а я заказываю часто и регулярно, уже на протяжении 7 лет. И вот по поводу доставки. iHerb доставляет в 180 стран мира. Вы сами можете проверить и способы доставки, и сколько это будет стоить. Обычно я забрасываю в корзину много всего. И чем больше я приобретаю, тем меньше мне обходится доставка. Иногда она вообще бесплатная. Есть курьерская доставка сюда, в Польшу. И буквально за 5-7 дней приходит каждый мой заказ. Независимо там от праздников, от чего угодно. Мой заказ из iHerb всегда ждёт меня у двери. Вы также можете проверить способы доставки, стоимость и всё, что вас может интересовать. По ссылке, которую я оставлю вам в инфобоксе. Так вот. Я думаю, что если вы смотрите мои видео, то вы знаете, что я держу в руках. Это пластыри от прыщей. И сейчас я ещё раз скажу, что это самые классные пластыри, которые убирают воспаление, которые убирают прыщи. Но прыщ, вот если вы его надавили, тогда приклеиваешь пластырь, и он как бы вытягивает вот эту жидкость, которая сочится, и делает его менее выпуклым таким. То есть, как бы убирает именно припухлость. Если же у вас только всё назревает, то пластырь помогает поскорее это вытянуть, но менее травматично. И когда уже вы хотите, чтобы всё поскорее там затянулось, и особенно вот эти первые дни, они самые ужасные, лучше приклеить пластырь. Сомбайми – это любовь на веки. Если их перестанут производить, я не знаю, куда я буду бежать, что я буду делать. Но периодически я всё-таки приобретаю что-то новое для того, чтобы на всякий случай, так сказать, найти замену. А возможно, даже нечто, что больше мне подойдёт и понравится. Это бренд Пьюрита. Здесь аж 51 штука, и они нескольких размеров. Сомбайми быстро расходуются, потому что их не так много. И эти патчи от Пьюрита обещают делать всё то же самое. И они вроде как влагоустойчивые, и дышащие, и очень тонкие, незаметные. И, в принципе, я не могу сказать, что они плохие. Если не будет сомбайми, а их тоже так часто раскупают, я думаю, что в этом тоже есть вина моих зрителей. Я знаю, что многие их так же полюбили, как я. Я буду приобретать и вот эти. То есть они не то чтобы плохие, просто сомбайми – это для меня вот то средство, без чего я не представляю свой уход. Потому что периодически всё-таки какие-то прыщи появляются. Или я помогаю им появиться на своём лице, что-то как надавлю, аж самой страшно. Лучше приклеить и вообще не смотреть, ждать, когда это всё притухнет, заживёт. И мне нельзя прикасаться к лицу. Это факт, но я пытаюсь как-то с этим бороться, чтобы ничего себе не давить. И вот эти патчи от Пьюрита, они как бы не так хорошо убирают само воспаление или не так быстро, наверное. И также по поводу влагоустойчивости у меня есть некоторые вопросы. Потому что если с вот этими сомбайми я могу пойти в душ и ничего не отклеится, разве что там где-то по краям он так как бы набухает, но он будет держаться. То есть если вот когда мы отдыхали, я могла приклеить патчи, идти купаться в море, я могла целый день там ходить, жара, лицо потеет, пластырь остаётся на месте, и туда не попадают никакие микробы. Вот этот пластырь не выдержал испытания душем, и он отклеился. И также если я приклеиваю такой пластырь на ночь, иногда он отклеивается. Поэтому он не такой прилипучий, как сомбайми. Но в целом нормальные патчи, например, такие же, как от COSRX. Вот. То же самое, но их здесь больше. После перенесённой болезни у меня не просто сухая кожа на ногах особенно, у меня даже появились трещины. Такого не было никогда. Я вспомнила о том, что я когда-то приобретала, и тоже говорила, что мне это подходит, мне это помогает. Достала и ещё раз подтверждаю, что это спасение для сухих ног. Это не обычный крем, это именно как лечебный бальзам. У него такая плотная консистенция, которая разогревается в руках, она хорошо распределяется. Я наношу вот эту штуку тогда, когда я уже лежу в постели, я никуда не буду идти. Намазываю таким, ну не слишком плотным, средним слоем и оставляю на ночь. За несколько дней мои трещины, ну хотя бы не стали выглядеть, как пустыня, знаете, какая-то сахара. И потихоньку всё восстанавливается. Это бальзам от бренда O'Keefis. На него тоже очень много хороших отзывов. И этот бальзам как раз предназначен не просто для сухой, а для экстремально сухой, потрескавшейся кожи ног. Он вот такой белый. Немножко чем-то пахнет, но это не настолько ощутимо. Это не как-то отталкивает. Наносишь на ноги, и в принципе этот запах как-то улетучивается. И ты забываешь о нём. Вот такая штука. Со мной уже второй год, второй сезон. И сейчас ещё раз могу только подтвердить, что мои рекомендации пригождаются мне даже спустя время. Я сейчас максимально активно занимаюсь восстановлением своего организма. Я слежу за питанием и много всего принимаю внутрь, из того, что мне назначили. Но сейчас я ещё делаю такие релаксирующие и полезные ванны. Раньше я так часто не принимала ванны, если честно. А сейчас где-то 3-4 раза в неделю. И я использую английскую соль, так называемую соль Эпсом. Их есть несколько на iHerb. Я приобретала от разных брендов. Мне их, скажем так, назначили ещё в середине осени, после обострения дерматита. Дело в том, что здесь высокое содержание магния. А магний очень благотворно сказывается на нервной системе, также улучшает сон и, конечно же, оказывает хорошее влияние на кожу и на ногти. Но меня больше всего интересовал такой, не совсем даже лечебный эффект, но хотелось, знаете, как-то поддержать свой организм ещё после обострения дерматита, которое было осенью. Поэтому витамины группы В, магний в целом, это были мои лучшие друзья. Сейчас это тоже актуально. И я действительно гораздо лучше сплю после принятия такой ванны. И эту соль также можно использовать отдельно, например, только для ванночки, для ног. Здесь в составе есть только, собственно говоря, это английская соль и натуральное эфирное лавандовое масло, которое также оказывает такое расслабляющее действие. Я люблю аромат лаванды. И как-то вот вечером всё это аж пахнет таким спа. И как-то в последнее время я полюбила принимать ванную. Разрешаю себе такое удовольствие, потому что я действительно после всего этого действия чувствую себя гораздо лучше. Кое-что против сухости губ в разделе с новинками на iHerb я нашла ночную маску от бренда Cosrx. Это маска именно для губ. И их там было несколько. Я взяла, по-моему, версию без отдушки. Она идёт с церамидами и она в форме такого типа как густого масла. Также к этому средству прилагалась специальная лопатка, которую удобно наносить его на губы. Нужно минимальное количество для того, чтобы распределить по губам. И за ночь они хорошо восстанавливаются, напитываются, убираются раздражения, если вы вдруг где-то что-то обветрили. Я как-то себя так приучила, что когда я уже нанесу весь свой уход на лицо, на тело, я добавляю немножко маски на губы. И за ночь она хорошо поработает, а утром я смогу использовать любую, даже суперстойкую матовую помаду. Если вам интересно, чем отличаются все эти ночные маски, Cosrx, Petit Fee и Laneige. Скажу так, как минимум консистенции. Petit Fee более как бы маслянистая. Вот это Cosrx в виде масла, бальзамообразная от Laneige и также отдушками. Cosrx ничем не пахнет. Laneige или также она была у меня давно. А вот это Petit Fee с ароматом чего-то натурального. По-моему, у меня сейчас с облепихой. Я приобретала ее давно, и она очень долго хватает, поэтому я уже и не вспомню. Но она точно до сих пор есть в продаже на iHerb. Можете посмотреть. И я все же больше склоняюсь к тому, что вот это мой любимец. При великому сожалению, потихоньку подходит к концу мой обожаемый гидрофильный бальзам с инжиром от бренда I'm From. Я, правда, поделилась с несколькими подружками, но я начала искать что-то новое. Вот этот люблю-не могу, он настолько нежный, он так хорошо растворяет косметику, он делает все то, что надо. Он и смывает косметику, и при этом не ощущается пленкой, он пахнет классно, и я обязательно куплю его повторно. Но сейчас мне стало интересно попробовать гидрофильное масло от бренда Misha. И написано, что это масло хорошо подходит для того, чтобы удалять BB-крем. А сейчас на каждый день я чаще всего использую именно BB-крем тоже от Misha. Мне также, вы знаете, в основном все понравилось, что я приобретала от Misha. Вот как-то так складывается у нас с этим брендом. Это довольно легкое, невязкое, нежирное масло, которое действительно хорошо растворяет косметику, довольно интенсивно пахнет. Мне хотелось бы чуть-чуть как бы уменьшить громкость этой отдушки, но это не травки-муравки, это прям вот такая парфюмерная композиция, она приятная. Ну, я как-то так всегда выбираю что-то менее пахнущее. Это лишь мои предпочтения. Масло отменно работает, и я думаю, что как раз меньшее количество проблем с моей кожей связано с тем, что я вернула гидрофильные масла в свой уход, также работаю над своей нервной системой, меньше стресса, меньше прыщей, плюс еще и хорошее, качественное очищение. Я практически уверена в том, что на моем лице или будет гораздо меньше прыщей, или не будет вовсе. Это гидрофильное масло понравится даже тем, у кого жирная, комбинированная кожа. Не все выбирают такие гидрофильные бальзамы, как я, которые нужно разогревать, которые как будто еще увлажняют лицо, но при этом ничего после себя не оставляют. Вот у меня было два таких. И, кстати, два из их херп. Я оставлю вам всю нужную информацию в инфобоксе со ссылками. Вот это, знаете, так по-быстрому растворить макияж, и для тех, кто предпочитает вот такую форму гидрофильных масел. Я должна признаться, что в последнее время у меня совершенно нет сил на то, чтобы мазаться лосьонами для тела, кремами, какими-то маслами, вот именно в такой нежидкой форме. Но если пропускать этот шаг, при всей моей сухости кожи я начну шлужиться, поэтому нужно что-то делать. И я вспомнила, что со времен беременности, когда я обливалась натуральными маслами, самое быстрое и при этом эффективное это масло. Вот прям жидкое масло для тела. И я приобретала его еще летом. Это бренд Jason, то есть тот бренд, от которого я всегда беру пасту для зубов. И это масло еще и с витамином Е. Оно не совсем прям легкое. Оно такое ну как масло, да, но бывают легкие масла, а бывают чуть более вязкие. Вот это не прям тягучее, но оно как растительное масло обычное, например, там подсолнечное, да. И что я делаю? Когда я уже приняла душ, я беру немного, прям не знаю, чайную ложечку этого масла для тела и прям по влажному телу быстро растираю. Тогда оно и впитывается быстрее, и мы прям сильно не натираемся, когда потом вся одежда прилипает и так далее. такой способ нанесения самый крутой, я вам это обещаю, и также мне нравится добавлять это масло прям в ванную. Когда я принимаю в ванную, я доливаю там тоже чайную ложечку и выхожу, и кожа сразу такая напитанная, мягкая, эластичная, здесь нет парабенов, сульфатов, минерального масла, талатов, и в состав этого масла входит 5 натуральных масел, в том числе масло миндаля, масло абрикосовой косточки, авокадо, по-моему, подсолнечное масло, и еще одно какое-то, которое я сейчас забыла, пахнет немножко миндалем, очень приятно, такая сладкая душка больше и лучше всего заходит мне именно в холодное время года, когда тебе хочется как-то укутаться таким нежным, ненавязчивым ароматом, но чуть-чуть сладковатым, это как выпить теплое, горячее, сладкое какао вечером, но без вреда нашей фигуре, а только с пользой для кожи, на лицо я бы не стала его использовать, мне нравится больше именно на тело, уже какое-то время постоянно покупаю вот такие капли для глаз, я не использую их каждый день, но особенно после перелета, если мы далеко и долго куда-то едем, и ты сидишь в машине в замкнутом пространстве, или когда, например, сильный мороз, а в помещении наоборот тепло, или когда у меня просто красные глаза, потому что я аллергик, и я, например, планирую снимать видео, мне хочется, чтобы белки были более белыми и глазам было более комфортно, вот это очень крутые освежающие капли, охлаждающие, снимающие вот это ощущение дискомфорта, бренд Рохта, у меня раньше был Кул Макс, ну как, он до сих пор есть, я просто хочу, чтобы одни капли были у меня дома, а вторые в такой дорожной косметичке, и сначала, когда я первый раз использовала, я аж расплакалась, у меня слезы потекли с глаз, а потом как-то привыкаешь, и после первых двух, наверное, применений тебе становится все равно, и закапывала сразу так, опа, как будто аж прозреваешь, и сейчас я взяла 8 в 1 тоже капли, и я выжидала на Эхербе очень долго, потому что они пользуются популярностью, многие их также любят, как я, смотрите, как все запаковано, стерильно, тоже охлаждающие капли, которые снимают целых 8 неприятных симптомов, точно так же, как я говорила, если чувствуют жжение, если какое-то раздражение, если даже сухость, если у вас слезятся глаза, они красные, если чешутся, то можно использовать такие капли, конечно же, это устранение симптомов, это не лечение, это нужно понимать, то есть, если есть какие-то серьезные проблемы, то нужно обращаться к окулисту, я знаю, что у меня это, ну, периодически появляется, я знаю, в основном, из-за чего, или это аллергия, или это, опять же, воздух, пыль, мороз, и так далее, иногда я крашусь какими-то тенями, пробую разную косметику, и если те не попадают в глаза, то потом они становятся настолько красными, что страшно глянуть на себя в зеркало, и чтобы снять вот это раздражение, я капаю по одной капельке в один во второй глаз, и как рукой сняла, сегодня я этого не сделала очень даже зря, это были все мои новинки из-за и херб, еще раз повторю, что нужные ссылки ждут вас в инфобоксе, надеюсь, что вам было со мной интересно, и вы поставите пальчик вверх, очень ценю вашу поддержку, и помимо того, что на херб очень большой, обширный, разнообразный ассортимент, у них также есть очень классная, выгодная программа вознаграждений, вы можете зарабатывать там, оставляя отзывы на те средства, которые вы приобретали, отвечая на вопросы других покупателей, и также вы можете делиться своими рекомендациями с вашими друзьями, с вашими родными, и каждый из покупателей получает свой персональный промо-код, который дает 5% скидку для каждого покупателя, но сами вы не можете им воспользоваться, это очень здорово, потому что я покупаю что-то, использую промо-код моей подружки, и когда вы даете 5% скидки, вы и зарабатываете 5% от суммы заказа, и вот я что-то приобретаю, сама получаю скидку от своей подруги, и она получает 5% вознаграждений от суммы моего заказа, так как я сказала, вы можете выводить эти деньги, когда на вашем счету соберется 100 долларов и больше, если же в какой-то месяц сумма будет чуть меньше, то она просто переходит на следующий месяц, я очень часто снова трачу те же заработанные деньги на iHerb, потому что у меня есть мои любимцы, которые я изо дня в день хочется сказать, ну не так часто, наверное, из месяца в месяц приобретаю повторно, потому что я не вижу аналогов, это очень удобно, это очень быстро и все в одном месте. Вот теперь уже точно все, мы с вами прощаемся, надеюсь, ненадолго, всех целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Пока.